Какие интересные ситуации у вас были за время выступлений? Смешные истории? Это, наверное, самый сложный вопрос всегда, который мне задают. У нас есть множество смешных историй, но зачастую, когда заканчивается тур, ты их не помнишь или ты их забываешь. Не знаю, какие смешные истории у нас, видимо. Про что расскажи? И какие-то, ну, вот так вот прям сфокусироваться и вспомнить сложно. Они как-то так случайно вспоминаются, всплывают иногда в голове, да. Но очень множество реально крутых историй, например, расскажу вам историю про одну девушку, которую зовут Катя Веркина. Однажды мы играли концерт в Мэйкопе, потом мы обычно делаем творческие встречи и пропадываем евангелие молодежи на творческих встречах. И в этот день у нас не было здания, чтобы делать творческую встречу, мы решили провести творческую встречу прямо на баскетбольной площадке. Мы пришли, собралась куча молодежи, мы тусовались с ними там, разбились по кучкам и пропадали евангелие. И вместе с нами, с каждым из нас из группы покаялось какое-то количество человек. Со мной, по-моему, человек 20 приняло Христа. И мы уехали. И так мы делали в каждом городе. Потом однажды, когда я был уже лидером проекта «Год для Бога в Слово жизни» в Москве, в церкви «Слово жизни» Москва, Катя Веркина приехала, она была, приехала быть проектом, быть частью проекта «Год для Бога в Москве». И так оказалось, что она приняла Христа на нашей творческой встрече на баскетбольной площадке в Майкопе. И сейчас она занимается большим служением, помогает детям бездомным в Африке. И множество людей через нее тоже соединены со служением в Африке. Она выдающийся человек, прекрасная девушка. И для меня лично это огромное свидетельство, что все, что мы делаем не зря. Ради одной ее истории стоило ехать в Майкоп, делать эту творческую встречу на баскетбольной площадке. Потому что ты никогда не знаешь, насколько Бог сильно может подействовать или повлиять на жизнь другого человека. Поэтому я благодарен Богу за возможность быть частью этого. Вот так. Ну, на этом все. Я был рад с вами пообщаться и рассказать вам несколько, несколько, что-то из моей жизни. Вот. Я Мишинутеки. Не забывайте следовать за нами везде. Facebook.slash.notekic. И моя личная страница. Facebook.slash.slash. Facebook.slash.mishinutekic. Вы можете следовать за мной в Facebook и писать мне что-то в личку. Я могу отвечать вам. Также в Инстаграме. Notekic.slash. Как нижний слэш, говорится? Нижнее подчеркивание official. Это наша официальная страница в Facebook. Ну, и также моя личная страница. Также, как и в Facebook и в Инстаграме. Мишинутеки. Notekic.official. Это официальная страница не в Facebook, а в Инстаграме. В Facebook наша официальная страница просто через слэш. Notekic. В общем, следуйте за нами, за мной везде. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok